Привет, друзья! С вами Булацов Михаил. И сейчас я вам хочу показать одну из самых наипростейших программ для видеозахвата, то есть для записи происходящего у вас на экранах мониторов. Итак, программа называется у нас HyperCam. Отображается таким вот красным значком, значком записи. И настройки программы сводятся как раз к выбору аудио. К выбору аудиодорожки, которую вы будете записывать к аудиозвуку. Итак, мы выбираем с вами микрофон и системное аудио. В зависимости от того, что вы будете записывать. Если вы хотите записать себя, то вы ставите только микрофон, чтобы звуки с компьютера, случайно всплывающая музыка или видео, кто-то другой говорит, что у вас данный звук не записался. Если вы записываете чей-то вебинар, допустим, планерку, вебинар или другую какую-либо запись, и хотите, чтобы записался только звук с компьютера, вы ставите галочку напротив системного аудио. В свою очередь, вы можете за компьютером говорить что угодно, и вас не запишет в микрофон. Если вы записываете проведение совместного семинара с кем-то, например, в данном случае нам необходимо будет запись звука как ваша, так и вашего собеседника. Допустим, вы проводите скайп-собеседование. Поэтому здесь мы с вами должны будем отобразить, поставить галочку системное аудио, то есть звук с компьютера, и микрофон, то есть запись вашего голоса. Все, выставили требуемые нам параметры звука, и нажимаете кнопку запись. Запись пошла, буквально пару секунд на обработку, и все, запись у нас идет. Остановить запись мы можем, нажав на кнопку стоп, здесь вот в трее возле часов. Нажимаем на кнопку стоп, или остановить запись. Все, у нас запись остановилась. Сейчас программка подгрузится. Можем стоп сразу нажать. Программа подгружается, показывая то, что она выполнила запись. Последние записи мы можем посмотреть, как здесь вот в разделе последние записи, так и в настройках программы мы задаем ей путь, куда она будет сохранять наше записанное видео. По умолчанию этот путь у нас соответствует пуск документы, и здесь у нас будет... Нет, я здесь уже, видимо, перенес пуск документы, и там будет папочка Hypercam. В ней будут складываться, сохраняться все видео. Здесь я, видно, уже изменил путь. Благодаря данной программке вы сможете очень легко и очень быстро записать происходящее действие у вас на экране мониторов. Спасибо большое. До скорых встреч. Пока-пока.